Но не конкретно с этой ситуацией. Но проблема никуда не делась, просто вы стали посильнее. У вас раны как бы зажили, вам стало полегче жить. Но проблема осталась прежней при ближайшем контакте с этой ситуацией. Допустим, вы даже, может быть, не будете общаться с этим человеком, но вы придёте на работу и просто в эту ситуацию, в эту атмосферу войдёте. И у вас опять начнётся то же самое. Может быть, не в такой степени, но будет очень больно. И вот всё, что вы говорите, это указывает на то, что у вас нет знания, нет образования о том, как вообще действовать в этих ситуациях, что есть внутренняя жизнь, такое понятие, что ситуация в сердце находится и в сердце человека, с которым вы соприкасаетесь, что вам надо с помощью каких-то действий сначала внутри себя победить ситуацию, то есть молитва, это, может быть, настрои какие-то позитивные, и вы будете чувствовать силу и счастье уже внутри себя. А потом, когда вы придёте на работу, она не захватит уже вас. Понимаете, вы сейчас описали два способа. Первый способ — это решать вопрос с человеком непосредственно, который принёс вам боль. А второй способ — это уйти от ситуации и просто от неё отвлечься, вдохнуть. Оба способа неэффективны. Но второй правильнее, чем первый. По крайней мере, он даёт возможность отрезветь. Если вы в ситуации... А что делать? Что делать? Это вы узнаете на третьей лекции. Вот, допустим, вы мне говорите, математическая задачка на пятый класс. Как решать? А вы находитесь в первом классе. Я могу объяснить? Вы, допустим, первоклассник. Я могу вам объяснить, как решать эту задачку, если она на пятый класс? Я вам обязательно скажу, что делать. Мы об этом много будем говорить. Но сначала мы должны изучить тему. Должны всё узнать. Она сказала, что она слушала мои лекции. Поэтому я ей сказал это вкратце. А вы слушали мои лекции? Нет, вот поэтому вы ничего не поняли. Всё нормально. Для этого мы собрались, чтобы изучать тему. Тема очень серьёзная и актуальная. Теперь опять же у нас сейчас время для задавать вопросы для тех, кто... Это патроны, да? Да, вот тут можно забрать. Это не мои патроны. Да, телефоны выключаем прямо сейчас, потому что иначе у нас ничего не получится. Это формат такой очень интимной беседы. В нём нужна абсолютная тишина. Если у кого-то зазвонило, мы отвлеклись, и всё разрушилось. А я вам абсолютно точно говорю, что если вы всё-таки поймёте, что делаете, вы будете так в своей жизни всегда действовать, и вы будете побеждать подобные ситуации. Да, вот мы будем тренироваться, особенно на последней лекции, как побеждать судьбу. Понимаете, это тема крайне сложная для понимания, потому что люди, в принципе, не понимают, что побеждать судьбу надо всегда просто в работе над своим сердцем, над собой. Вот это вот понятие «прощать», «принимать судьбу», оно вообще непонятно. Люди думают «прощать» означает вот что-то такое сказать. Вот «я тебя простил». Ну, чтобы простить, надо много-много раз действия совершать определённое, чтобы это произошло. А просто «я тебя простил» — это ни о чём. Сегодня простил, завтра опять не простил. Вам не хватает знания о практике, о самом действии. А оно основывается на знании о том, как вообще побеждать судьбу, что делать. Я на примерах своей жизни буду вам рассказывать, как судьба побеждается. На примерах жизни моих знакомых, тех людей, которые здесь сидят в этом зале. Многие уже знают, что делать. Они ещё раз пришли вдохновиться, так сказать, получить силу, поддержку. Вопросы по теме, от тех, кто уже слушал мои лекции. Важно. У нас осталось всего пять минут до начала. Можно ещё задать один вопрос, и потом мы начнём уже беседовать. Наверное, чуть попозже начнём, потому что люди собираются. На первую лекцию обычно долго собираются. Микрофончик есть? Ждём ваши вопросы. Не стесняйтесь. Да, вы слушали мои лекции? Да, вот девушки, вот туда. Пожалуйста. Микрофончик, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что самая главная проблема, которая существует в нашей жизни, это нехватка правильных отношений. Именно эта нехватка, она приводит к серьёзным трудностям в жизни. В основном люди дружат для того, чтобы развлекаться вместе. Есть три типа дружбы. Есть дружба, в которой люди вместе ездят в отпуск, на выходные дни, в баню ходят. Это дружба, на которой основывается на развлечении, на отдыхе, совместном отдыхе. Это самый поверхностный тип дружбы. Он не подразумевает глубоких отношений. В этих ситуациях, когда у человека наступает тяжёлый период в жизни, такие друзья обычно не помогают. Или они должны на другой тип дружбы перейти в отношения. Они должны открыться, как другие личности. Но чаще всего они просто отваливаются. Этот тип дружбы в основном также бывает в родственных отношениях. Люди собираются на праздники, на какие-то выходные, просто общаются, развлекают друг друга. И в этом случае они чувствуются друзьями, всё хорошо, до первых испытаний. Второй тип дружбы — это дружба деловая, когда люди имеют цель совместную. Но цель — это не какая-то бескорыстная, чистая, светлая. А она цель — выжить, заработать деньги вместе. Как-то вместе развиваться. Или это дружба, допустим, студентов, когда люди учатся вместе. Это более высокий вид дружбы, там предусмотрена взаимопомощь. Пока тебе это выгодно. Дружба, допустим, тех, кто вместе бизнесом занимается. Пока им это выгодно, они дружат. Но как только у них интересы расходятся в деятельности, сразу до свидания, дружба. И есть третий тип дружбы. Это дружба, когда люди дружат на основе самосовершенствования. Это редкий тип дружбы, в который вы попали в эту ситуацию, что люди дружат. У вас нет совместных каких-то мотивов вместе отдыхать, или вы не работаете с ними вместе. Вы не зависите от этих людей. Но вы с ними вместе обсуждаете, как работать над собой, как развиваться, как личность. Это очень глубокая дружба. Она бескорыстная по природе. И она даёт очень сильные результаты, особенно когда ты попал в беду. Как Высоцкий пел песню «Друга в горе, в горы возьми с собой». Ты поймёшь, что такое. Ну то есть, когда начинаются трудности, когда надо работать над собой, когда надо препятствия преодолевать, то тогда люди открываются со своей лучшей стороны. Или они, наоборот, не открываются. То есть, мне интересно Вы как личности, получается. Все виды дружбы важны. Но если Вы начинаете менять отношения, допустим, почувствовали вкус вот этих возвышенных отношений с людьми, которые стремятся к чему-то возвышенному. Если Вы пытаетесь тот же вкус привносить в дружбу, в которой есть просто отдых совместный, то тогда начинается конфликт. Ну, допустим, если у Вас, допустим, с родственниками такая дружба, что вместе собираетесь, просто празднуете что-то. Но Вы почувствовали вкус вот таких отношений, обсуждать, что это возвышенное. Но это другой формат уже. Ну, представьте, вот сейчас, допустим, здесь, ну, как бы закончилась дискотека и началась лекция, да? Или наоборот, закончилась лекция и началась дискотека. И люди, которые были на лекции, они решили еще на дискотеку остаться. Это без вариантов. То есть, нет счастья уже, другой формат совсем, понимаете? То есть, если Вы с людьми вот такие отношения строите, просто развлекаете друг друга вместе, на отдых ездите, это не предусматривает обсуждение каких-то глубоких тем. А если Вы начинаете это делать, начинаются конфликты. Люди недовольны, не согласны, а такие отношения с Вами развивают. Вы об этом сейчас говорите? Ну, так не делайте этого. Просто если Вам нравится этот формат отдыха, так дружить, то дружите. Если не нравится, ну что делать? Тогда не дружите. Отдыхать все равно придется с кем-то. Это нормально. Но там нет места для глубоких бесед. У нас сейчас ответы на вопросы просто идут. И так мне больше нравится знакомиться с людьми. Вот это официально Олег Геннадьевич Тарсынов. Это обязательно будет. Сейчас кто-нибудь меня представит. Но это не помогает никому. То есть, лучше просто беседовать, общаться. Наша цель же что-то узнать. Я очень благодарен Вам за Вашу деятельность. Именно Вы вдохновили меня на путь саморазвития. Может быть, не так много меня прославляете. Хорошо. У меня пока нет вопросов. Я хотел бы поделиться своим опытом. Бог наградил меня очень хорошей памятью. И я помню себя с трех лет. Супер. Прошу Вас со всеми поговорим. Ну, нормально. Классно. Мы в Суде на Южной, на Южной, на Южной Украине. Мне было три года. И у нас был ремонт. Я долго и было бы снять за окном, на сегодня какой-то праздник. И я долго-долго смотрел на шторы. На шторы были всякие вышечки, на лимончике и так далее. Я долго смотрел на них и потихоньку начали сползать вниз. Они сползали, выстраивались в очередь и подходили ко мне. И приносили мне дали вот эти вот пришеточки, которые начали, чтобы стать железным. И мне было так приятно. И я понял, хотя они мне были, в принципе, не важны. Но мне было очень важно само это действие. И смысл этого я понял лишь ближе к 30-ти годам. Все наши действия, молитвы. Мы очень маленькие души. И когда мы стараемся Господу преподнести, посвятить в долг своей деятельности, для него это очень важно. Как вы думаете, всем понятно то, что вы сейчас говорите? Я не знаю, я очень много мыслей. А я знаю точно, что почти никому не понятно. Поэтому лучше всего сейчас не продолжать вам эту беседу, потому что все, что делается в этой жизни, должно быть делаться на благо других. Какое благо в том, что людям непонятно, о чем вы говорите. Я хотел бы поделиться. Но это важно делиться так, чтобы все получили благо. Простите, мне не хватает работы. Хорошо, я вас ни в чем не обвиняю, я вам объясняю, как правильно. Спасибо вам. Лучше задавать вопрос сейчас, если есть. Вот вопрос дальше. Простите, что я вырываю, дорогие друзья. Я хотела бы представить нашего сегодняшнего гостя Олега Иванович Терсунов. Он кандидат медицинских наук, который был в стиле читать лекции о психологии, здоровье, взаимоотношениях. Также автор уникальных методик по здоровью. И сегодня мы к нам приедем в наш город замечательный семинар. Казательно каждого человека. И называется «Надоление стресса». Рада приветствовать. А вот объявление «Дела Дина». У нас есть клубы «Благость». Их более 300, насколько я знаю, по всему миру. И она их координирует через интернет. И я ей очень признателен. Низкокламываюсь за ее деятельность. Хоть она уже устала этим заниматься, мы, я думаю, как бы заменим. И дадим ей возможность отдыхать от этой деятельности. Она потому что еще транскрибирует мои лекции. Тоже еще это делает. Мне хватает работы и без клуба «Благость». Но так или иначе, я хотел бы ее тоже поблагодарить. В пользу случаем. Я все-таки не начну пока лекцию, потому что люди собираются. И я бы хотел ее начать, когда более-менее мы уже успокоимся, все сядут на свои места. Сейчас, может быть, есть смысл продолжать отвечать на вопросы, потому что, когда лекция течет своим чередом, и вот этот ответ на вопросы я не смогу провести. Люди часто обижаются, что у них вопросы не отвечены. И мы поэтому будем собираться на полчаса раньше. Лекции и общаться. Здравствуйте. Я хотела спросить, советуйте, как вы получаете, занимаетесь отношением с этой кровью? Когда встречаемся... Как ее зовут? Татьяна. Значит, тем, кто меня первый раз видит, я хочу сказать, что не удивляйтесь, если я буду конкретно говорить об отношениях к конкретным человекам, потому что всю свою жизнь я изучаю психику человека. У меня есть определенные возможности очень глубоко чувствовать ситуацию. и как бы, ну, если для вас будет неожиданностью, что я очень конкретные советы даю, не зная человека, то не удивляйтесь. Мои методы лечения, они основаны на диагностике, психике человека, которые я глубоко изучаю, даже в медицине. И, ну, у меня медицина тоже необычная. Это медицина тонкого тела или психического тела. Ну, то есть, есть свои научные разработки в этой области. Это начало, вот, это большая работа в этой области. Предстоит, чтобы эта медицина стала тоже настоящей, серьезной. Вот. Это медицина с помощью лечения камнями, там, корней деревьев, там, и так далее. У нас выходит в свет первая статья научная. В официальных научных журналах. И первая кандидатская дистанция пишется по кристаллотерапии, по лечению камнями. Мири. Ну, то есть, настолько эта работа такая, пока еще, реакционная, будем так говорить. Но эти же возможности работать именно с психикой человека я использую для того, чтобы решать вопросы, связанные с судьбой. Поэтому вот сейчас мы продолжаем уже ответ на вопрос. У нас вопрос отношения с свекровью. Еще раз, как ее зовут? Я зовут Татьяна. Где вы, я вас потерял? Слеза. И все время очень серьезные конфликты после нас, какие конфликты с темнотические. Она сына любит сильно, да? И сына любит, и нигде не хватает общения с ним, да? Она меньше общается, чем раньше. А он маму любит, ваш муж? Ну, представьте, есть ситуацию сейчас жизненную, что она обделена. То есть, вы забрали у нее сына. Она обделена, у нее не хватает отношений с ним. Можете это называть плохим словом, но это не поможет вам решить ситуацию. Она обделена, ей не хватает отношений с сыном. Она сильно страдает от этого. И когда женщина сильно страдает, у нее же воля не такая, как у мужчины. У нее эмоции всегда сильнее, чем логика. Так? Ну, поэтому она, как женщина, просто реагирует раздражительно на вас. Потому что она, ну, у нее не хватает силы с собой справиться. Хотя она к вам нормально относится. Просто она не может терпеть эту ситуацию, что она осталась без отношений с сыном. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Я вам сейчас рассказываю то, что вы должны увидеть сами. Но так как вам больно, вы в состоянии боли находитесь, вы не можете это видеть сейчас. Вы должны это учиться видеть своими глазами. Когда человек смотрит на мир глазами того, кто ему приносит боль, когда он понимает, почему он так себя ведет, когда он понимает, почему он так себя ведет, боли становится меньше. Это хороший способ победить боль с помощью знания о том, почему человек себя так ведет. Допустим, у меня жена, она очень чувствительна к беспорядку. А мужчины, они вообще не понимают, что такое беспорядок. Женщины, представьте, бывают очень чувствительны к беспорядку. Если что-то не там лежит, их это уже трясет. А мужчины вообще не понимают, что это значит, что не там что-то лежит. И если настроиться на жену, то есть у меня жена очень сильно реагирует, она, вот, если, допустим, я положил что-то не туда. Но в этом случае я просто пытаюсь понять ее состояние психическое. Я вижу, что ей очень больно, что она вот такой человек, что она очень сильно реагирует на беспорядок. Я не понимаю, почему она нервничает. Я никогда не пойму, потому что я мужчина же. У меня нет такого знания в сердце, что все должно по местам лежать. И как все должно быть. О чистоте в квартире здания женщина получает в сердце. Вот. И я просто смотрю на нее, вижу, что ей больно. Не имея значимости ее слов, почему она так реагирует. Я же важнее, чем предмет, который я положил мне туда, куда надо. Я важнее же, чем этот предмет, да? Но так как ей больно, что предмет не там лежит, я вижу эту боль и стараюсь из-за этого, так как вижу, что ей тяжело, принять ее ситуацию, ее слова. И считаю, что в этом есть здравый смысл. Чисто с позиции ее боли, а не с позиции моего понимания. Я все равно не пойму, зачем так сильно переживать из-за того, что что-то лежит не там. Я этого никогда не пойму. Поднимите мужчины руки, которые тоже этого не могут понять. Хватает мужчин? Таких. Но тем не менее, когда ты видишь боль близкого человека, тогда ты спокойно просто выполняешь то, что надо сделать. Таким образом, знание, оно спасает, дает облегчение ситуации. Но одним знанием все равно не обойдешься, потому что нужно всегда чистить свое сердце от неправильных отношений. Вот сейчас вы страдаете от этих отношений, а вы пробовали вот эту молитву или настрой, который я в лекциях своих говорю? Это пробовали делать или нет? Это значит, что вы не до конца очищаете ситуацию. Реакция тяжелая возникает из-за того, что что-то накопилось. Его надо в сердце своем разгружать. Нужна работа над сердцем. Вы по утрам настроить, читаете, молитесь. Больше сил вкладывать туда. И когда вы это будете делать правильно, то между вашей свекровью и вами в сердцах установится чистая связь такая, чистое отношение. И внешняя ситуация, она не будет ее раздражать так сильно. Вы будете ее лучше понимать, будете заботиться о ней, она успокоится в результате. Понимаете, то есть всегда вы, когда меня спрашиваете о чем-то, вы всегда подразумеваете одну вещь. Олег Геннадьевич, что ей сказать, как повести себя по отношению к ней, чтобы она меня не мучила? Так? Да. Но это неправильный подход. Потому что... Как... Это все равно, что как наступить на острый предмет, чтобы не было больно? Да никак не наступишь. Если это предмет острый, всегда будет больно, как не наступает. Есть искусство ходить по гвоздям там, ну понимаете, но это все равно не тот подход. Правильный подход это сделать так, чтобы предмет не был острым. Надо убрать остроту. А это делается не с помощью слов. Вы не можете ей объяснить сейчас словами ничего. Но даже если вы захотите словами что-то сделать, это тоже возможно. Но для этого вам нужна сила внутренняя. Вот попробуйте, представьте себе, вы сейчас к ней подходите, между вами такая ситуация. И как вам надо себя вести с ней, как разговаривать, чтобы она среагировала на вас хорошо. Представляете, сколько у вас душевной силы внутри должно быть, чтобы так себя вести. Откуда вы ее возьмете, эту душевную силу? Опять же, вы ее берете из внутренней работы. И с этого вся жизнь человека начинается, этим заканчивается. И вся проблема нашей жизни заключается в том, что внешняя работа или внешняя деятельность, она забирает все время и силы, и мы верим только в это в своей жизни. Мы не знаем, что это внутренняя работа, и из-за этого мы страдаем. Хоть вы и слушали лекции, видите, все равно вы не уделяете этому достаточно сил и времени, чтобы в вашем сердце чувствовалась победа. Вот вчера было воскресенье, и у меня все сотрудники медицинского центра, мы все собираемся вместе, человек 50, наверное. Ну не все там, кто-то некогда, кому-то занят. Ну человек 50 вчера мы собрались, и все вместе почитали настрой. Два часа. Кто-то замуж не может выйти, кто-то не может еще что-то, у кого-то, у каждого свои проблемы. Через два часа мы все вместе это делали, у нас проблемы кончились. Они кончились в сердце, понимаете, все стало хорошо. Представьте девушка, которая чувствует, что у нее все хорошо, что она выйдет замуж точно. Она страдает от одиночества, и вдруг она чувствует, что все будет хорошо. Что с ней происходит дальше? Румянец появляется, на лице улыбка. Она смотрит на парней, как бы она сильнее их психически. Она знает, что они все на колени попадают перед ней. Никаких шансов у них нет. Она победила уже ситуацию в сердце, и она становится красивой, сильной. Так человек побеждает свою судьбу с помощью внутренней работы, внутренней жизни. Даже вот город Волгоград, это город, который очень связан с этой героической судьбой нашего народа, прошлой. Если взять вот эту героическую судьбу и посмотреть, чем люди занимались, почему они героями-то стали. А у них, вот смотрите, как бы все было вокруг этого соткано в жизни. Люди верили в то, что их понимание вещей, оно приведет их к светлому будущему. Песни об этом были, памятники. Люди как бы занимались внутренней жизнью. Понимаете, то есть у них жизнь была соткана из веры. И это давало силы огромной побеждать и жить сильно, честно, чисто, радостно. Сейчас у нас нет никакой веры. Это не то, что вас призываю к коммунизму. Я просто говорю о том, что если человек живет просто хаотично, думая, что работа это главное в жизни, или там квартира, на которой он работает, то результата никакого не будет. Не будет внутренней целостности, не будет той силы, которая дает возможность побеждать. Ну, давайте, давайте я сейчас немножко вас в то пространство окуну. Это еще не лекция преодоления стресса, но это такой эмоциональный настрой небольшой. Допустим, я часто эту песню привожу, пример, о том, как человек побеждает судьбу. Сейчас многие люди, дети воюют. Кто-то за Украину, кто-то против Украины. Честно говоря, я не могу понять, за что они воюют. Но так или иначе, ситуация такая у нас сейчас в жизни, что наша жизнь, она все равно состоит из каких-то побед, преодолений. Обстановка в мире нагнетается, начинается конфронтация. И вот актуальность того, чтобы иметь силу внутреннюю, которая дает победу, она очень высокая. Надо об этом говорить, надо пытаться понять, как же побеждать судьбу. И я сейчас вам приведу отрывок из песни. Ну, я его много раз уже приводил в лекции, но я думаю, лишний раз не помешает. Который дает возможность понять, как люди все-таки побеждали. И это косвенно указывает на тему, на наше преодоление стресса. Продолжение следует.